Здравствуйте, это программа подробностей, подробнее о том, как прошло сегодня заседание городского парламента вместе с нами в студии глава муниципального образования город Рязань, председателя Рязанской городской думы Андрей Кашаев. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. И еще раз, что называется, здравствуйте, виделись уже на думе и сейчас обсудим, на мой взгляд, наиболее значимые вопросы, которые были сегодня в основной дополнительной повестке дня. Первое, на что хотелось обратить внимание, сегодня с несколькими своими решениями депутаты городской думы окончательно вернули, скажем так, несколько территорий в разряд зеленых зон. Да, вы знаете, что вопрос экологии для Рязани очень важный, мы, Владимир Владимирович, с вами один раз об этом говорили. Конечно, жители, всегда для них очень важен вопрос о сохранении зеленых зон, о том, чтобы, скажем так, природные легкие, скажем, да, они функционировали, именно деревья, кустарник и так далее, и скверы, парки. Поэтому вопрос очень важный. На самом деле, есть несколько территорий, которые по разным причинам в свое время были выведены из разряда подобных территорий. В данном случае это сад Юнатов на улице Урицкого. Это вообще тема, которая еще несколько лет была очень резонансной для нашего города, так как оказалось, что эта территория вошла в зону застройки жилыми домами. Это часть сада, где школьники еще в то время, в далекие времена, проходили практику, что-то интересное. То есть, по сути, город мог потерять не только, скажем так, зеленую зону, но еще и как бы образовательный инфраструктурный объект. Да, совершенно верно. И мы сегодня решением Думы утвердили, изменив правила землепользовательной застройки, касаемые этой территории, так же, как и территория Рязанского технологического колледжа. Так получилось, когда стали готовить документы для того, чтобы определенной хозяйственной работой заниматься на своей территории в технологическом колледже, посмотрев на карту, на генеральный план, эта территория оказалась почему-то также в зоне застройки жилыми домами. Хотя это территория учебного заведения, и действительно, мне кажется, это очень важно ее именно развивать как территорию учебного заведения, причем очень эффективно работающего. Поэтому также сегодня решение Думы касалось и этой территории, и в результате территория стала входить в разряд принадлежащих учебным заведениям. Там и поле соответствующее, там спортивная инфраструктура сосредоточена. Поэтому справедливость, как говорится, восторжествовала. Мы также сегодня говорили и о сквере на пересечении улиц Радищева и улицы Есенина. Конечно, этот сквер очень маленький, но вы посмотрите, там уже даже на территории, которая прилегает к этому скверу, а вот этот участок был отмежован уже, конечно, не с данными постройками. За последнее время там появились магазинчики, кафе, и где гарантия того, что еще через несколько лет эта территория вся не отойдет под какой-то небольшой рынок, под торговые предприятия и так далее. Ну вот теперь такая гарантия есть, насколько я понимаю. Это гарантия есть, конечно. День попала в разряд зеленых зон, и, конечно, уже на этой территории построить что-то будет практически невозможно. Но, по крайней мере, эта территория полноценная, юридически обоснованная территория сквера. Поэтому, конечно, в управленческой, скажем так, сфере города очень много, скажем, каких-то задач, моментов, связанных с подобными явлениями. Но мы все должны, я имею в виду власть города, за этим внимательно смотреть. И если что-то идет, какое-то несоответствие, если это идет в разрез с интересами города, жителей, то, конечно, нужно, необходимо это поправлять, корректировать, что городская власть и делает. Андрей Анатольевич, ну вот еще об одном участке, который сегодня обсуждался, хотелось бы тоже сказать. Это, в общем-то, по сути, определено место и выделено место по строительству здания Рязанского областного суда. Да. Также вопрос уже давний, вопрос, который связан с федерацией, потому что суды, и в данном случае областной суд, он в подчинении федеральных структур, соответственно, Верховного суда и так далее, и так далее. Поэтому, безусловно, то, что мы говорим об этом участке, который находится около центрального спортивного комплекса, он был передан непосредственно в собственность Российской Федерации. И мы очень надеемся, что данное решение в дальнейшем послужит эффективному выполнению нашим Рязанским областным судом всех тех задач, которые ставит перед ним государство. Это и, конечно, именно в разрезе все происходит, повышение качества услуг населению. И, безусловно, должно людям быть удобно, должно весь, так сказать, механизм функционирования данного учреждения должен соответствовать современным требованиям, современным нормам. Поэтому, очень надеемся, что это послужит именно четкому функционированию, в данном случае, судебной, Верховной судебной системы нашего региона. Но это, как раз на его сегодняшнее решение, это вот начало такого поступательного системного процесса. Андрей Анатольевич, ну вот если говорить, скажем так, о качестве оказываемых жителям регионов услуг и вообще о качестве жизни, то, наверное, сейчас, если провести опрос, какая тема волнует горожан, наверное, вот у меня есть такое предположение, в числе, ну, скажем так, главных проблем будет проблема городских пробок. Действительно, как бы двигаться по улицам областного центра с каждым годом, да даже, наверное, с каждым месяцем становится все сложнее и сложнее. И достаточно много времени люди проводят в пробках. В Москве с пробками решили бороться, в том числе и с помощью введения Института платных парковок. Сейчас весь центр Москвы, это сплошная зона платной парковки. У этого решения изначально было много противников, но вот недавно было в Москве, мне кажется, количество таких противников поуменьшилось. Сегодня на заседании было принято одно решение, которое, в общем-то, говорит о том, что скоро платные парковки могут появиться и в Рязани. Правильно я предполагаю? Мы сейчас видим очень часто, когда в отсутствии знаков люди ставят свои машины, ставят, если на дороге-то еще ладно, а если ставятся вообще на тротуар, когда тротуар разрушается, когда невозможно ходить. И таких мест в Рязани очень много. Иногда просто невозможно проехать, потому что, скажем, это относится к офисам, это относится к учебным заведениям. Что там проехать, даже пройти бывает невозможно. Совершенно верно. Но дальше следующий процесс идет, когда ставится знак, и, скажем, представители ГИБДД вместе с органами исполнительной власти города подъезжают на технике специальной, да, к той или иной машине, начинают ее эвакуировать. Конечно, здесь нарушение, серьезное нарушение, потому что знаки, скажем так, на них внимания никто не обращает в данном случае, и машину эвакуируют. Но возникает другой вопрос. Необходимость именно для подобных случаев мест, где можно было машину припарковать, где можно ее поставить было на определенное время, в данном случае на время работы, как это часто бывает, либо на время учебы. Вот это задача городских властей. Многоуровневые парковки, чтобы они были органично, выглядели органично, да, именно так, чтобы это не было, знаете, таким, в техно, каком-то таком, достаточно грубом стиле. Именно, чтобы это было вписано, как вы сказали, в городской ландшафт органичным образом. Во-вторых, значит, мы говорим о тех парковочных местах, которые, значит, должны быть оборудованы в то или ином районе, особенно касается центра города. Вы упомянули о городе Москве, и в Москве сейчас есть ряд улиц, которые раньше были проезжей частью. Сегодня это очень такие хорошие, привлекательные пешеходные зоны, и люди могут погулять. И действительно, вот это, о которой вы говорили, напряженность, которая была, да, определенная изначально, да, она ушла на нет, потому что все почувствовали, во-первых, пользу от этого, во-вторых, нет, экологическая ситуация в этих районах улучшается, поскольку в связи с пробками идет излишнее, скажем так, давление вредных выхлопных веществ из автомобилей на окружающую среду, и это, безусловно, не может, так сказать, не способствовать ухудшению здоровья жителей нашего города. Поэтому вопрос очень сложный. Но если нам систему эту делать, она должна быть очень продуманной, она должна быть достаточно комфортной, должна быть понятной жителям. Это работа, которая, считаю, что займет определенное количество времени, потому что вот так с кондачка или быстрое решение, такого не получится. Должно быть решение очень продуманное, завешенное, обстоятельное, потому что мы говорим и о знаках, мы говорим о возможности парковок, многоуровневых созданий и строительства. Мы говорим о возможности парковаться на тех же самых платных местах. Конечно, останутся места, где просто машина может припарковаться и бесплатно, естественно. Но вот все эти направления организации вот этой системы, эти направления позволят улучшить, на мой взгляд, ситуацию. Но мы должны вот к этому вопросу, как я уже сказал, подходить очень системно. И мне кажется, что и жители поддержат, и жители оценят тот эффект от подобной работы, который мы рассчитываем, безусловно, будет. Благодарю вас, Андрей Анатольевич, глава муниципального образования города Рязань, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев в эфире программы подробности. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова